Часть третья. Два уголовных дела. Глава первая. У Спаса на Сенной. Была пятница, день постный. На Сенной площади торговля кончилась, ибо со Спавской колокольни давно уже пробило шесть. Урочный час для прекращения зимней торговой деятельности на Сенной. С левой стороны этой площади, если направляться от Невского к Покрову, дремали какими-то безобразными глыбами навесы мясных, зеленых и посудных рядов, укутанные на ночь грязными рогожными полостями. С правой тянулась неопределенная, слившаяся в одну гряду масса развольней с рыбой и сеном, над которую, подобно частоколу, торчали поднятые вверх оглобли. Сама площадь, то есть центр торговли, давно уже спала, а вдоль Садовой улицы, рассекающей сеную на две разные половины, подобно быстрому потоку реки, пронизывающей своим течением воды Большого и Тихого озера, кипела неугомонная деятельность. Укутанные кое-как и кое-во что пешеходы шлепали взад и вперед по лужам, извозничьи сани глубоко ухали в ухабы, наполненные грязной и жидкой кашицей песку и снегу. Громыхали проносящиеся кареты, которые направлялись к Большому театру. По краям площади, в громадных, многоэтажных и не менее улиц и грязных домах, мигали огоньки в окнах и фонари над входными дверями, означая собою целые ряды харчевин, трактиров, съестных перекусочных подвалов, винных погребов, кабаков с портретными и тех особенных приютов, где лепится, прячется, болеет и умирает всеми отверженный разврат, из которого почти нет возврата в более чистую сферу и где знают только два исхода – тюрьму да кладбище. По этим окраинам сенной площади тоже кипит своего рода жизнь и деятельность. Вонны хрипящие звуки трех шарманок. Одна из них поет с аккомпанементом слепца-кларнетиста бесконечную лучинушку. Другая сипит под бубен и разбитые выкрикивания шарманчика развеселую песню вдоль как по речке и еще ли по казанке. Песню, которая особо нравится гулящему люду синой. Третья итальянской конструкции с флейтой вибрирует напротив, и все эти разнородные звуки стоят в мглисто-неподвижном воздухе гнилого вечера, и своим диким диссонансом, какую-то кричащую тоскою, врываются в душу. В этих диссонансах среди этого мрака вам невольно слышится убийственный голод и холод. Это какие-то вопли отчаяния, а не музыкальные звуки. Но ни одни шарманки оглашают собой окраины синой. Из низеньких подвалов темного Таировского переулка, как из глухой пропасти, порою вторят им то скрипка с клавиакордами, отжившими мафусаилов век, то подобные скрипу несмазанной двери голос беззубой женщины, Моярушая коша, вшивому городу краша. На мгновение донесется вдруг оттуда с попутным порывом ветра, и тачай же затеряется в закоулках торговых навесов, да в высоких выступах и углах каменных громад. Затеряется и смолкнет, заглушенный огромыханием карет, ухабным уханьем ванек и другими не менее выразительными звуками. Вон, на другом конце площади, около знаменитого Малинника, раздается крупный говор и руготня, который с каждой минутой становится все громче, крупнее, собирает кучку праздных прохожих зрителей, кучка растет, прибывает и превращается, наконец, в целую толпу, и середины которой разлетается во все концы обширной площади, тара-тара-тол, женская перебранка, издали очень похожая на кряканье сполошенных уток. Что это за крики и что это за толпа? На что она смотрит и порою раздражается таким поощрительным рыганием? Пьяная драка? Клочья, кровь? Вон раздается призывный свисток полицейского, которым он зовет на помощь подчаска. А в эту самую минуту, с противоположной стороны, у Полторадского переулка, новые крики «Караул! Караул!» слышится оттуда. И, судя по короткому выкрику, можно с достоверностью предположить, что человека взяли за горло и душат. Вы смущены этим криком? Он скверно, зловеще подействовал на ваше ухо и болезненно на ваше сердце? Но вот прошла минута, и его не слыхать. Он донесся до вас только урывком, на одно мгновение, после которого успел уже, подобно всем этим разнородным звукам, затеряться и утонуть в обычном гуле городской жизни. И вот, надо всеми этими звуками, надо всей этой невеселой картиной, мрачной, слякотной площади, низко висит, непроницаемо черное, сырое небо. И сыплет легкий снежок, который, не успев еще долететь до земли, превращается в мелкий, моросящий дождик. Был восьмой час на исходе. На губвахте шагал по платформе часовой с ружьем, укутанный в свою серемягу, а против него, с другой стороны улицы, мокли и дрожали разнородные группы нищих на паптере Синого Спаса. В церкви кончилась служба, нищих на этот раз собралось изрядное количество, завтра родительская суббота. Значит, сегодня на всеночной изобилие купщих и прочих молельщиков, щедрых на подаяние по случаю предстоящего помина родителей и сродников. Вот группа простоволосых, босоногих девчонок и мальчишек от пяти до двенадцати лет в лохмотьях со спущенными рукавами, в которых они отогревают свои закоченелые от холода руки, то есть одну какую-нибудь руку, потому что пока левая греется, правая остается протянутой к вам за подаянием. Текут у них от холода не то слезы из глаз, не то из носу посторонние капли. И стоят эти дети на холодном каменном помосте не по-людски, а больше все на одной ноге толкутся, ибо пока одна ступня совершает свое естественное назначение, другая конвульсивно, сиежесть и скорчесть старается отогреться в висящих лохмотьях. Чуть выходит из церкви богомолец, эта орава маленьких нищих накидывается на него разом, всей гурьбой, невзирая на весьма чувствительные тычки и пинки нищих взрослых, обступает его с боков, спереди, сзади, иногда теребит за платья, протягивает вверх посинелые ручонки, прося Христа ради копеечку, своим надоедливо пискливым речетативом. Она мешает ему идти, провожает со ступеней паперти и часто шагов на двадцать от места стоянки преследует по мостовой свою жертву. В тщетном ожидании христорадной копеечки. Копеечка по обыкновению выпадает им очень редко и вся орава в перегонку бросается снова на паперь, стараясь занять более выгодные места в ожидании новых богомольцев. Это самый жалкий из всех родов нищенствующей братьи. Ни один из этих субъектов успел уже побывать в исправительном доме, откуда выпущен на поруки людей, с которыми сходятся в стачку по этому поводу нищие взрослые, всегда почти эксплуатирующие нищих малолетних. Все эти мальчишки и девчонки, еще с пеленок, обреченные на подобную жизнь, являются будущими жертвами порока и преступления. Это либо будущие кандидаты в тюрьму и на каторгу, либо добыча разврата, который достигает их очень рано, если еще раньше разврата не застигнет их смерть. Часто случается, что нищая девочка, едва дойдя до 12-летнего возраста, а иногда еще и раньше, начинает уже в мрачных трущобах сенной площади за самую ничтожную цену отдаваться разврату. Нищие взрослые держат себя несколько солиднее малолетних. Если проходит богомолец неподающий, взрослые встречают его только протянутой рукой и просительным склонением головы. Но чуть изъявит он малейшее желание совершить обряд христианского милосердия, взрослые точно также обступают со всех сторон доброходного дателя и несколько десятков сморщенных, грязных рук с громким криком жадно протягиваются к нему во все промежутки из скважины сплоченной толпы, где только может протиснуться промышленная пятерня пальцев. Часто случается, что доброходный датель после такого маневра со стороны нищей братья по приходу домой недоискивается платка, кошелька или часов с цепочкой. Эти обступания целым кагалом производятся преимущественно за вечерними и всеночными службами, где рано наступивший мрак зимнего вечера по возможности скрывает такие эволюции нищей братьев от зоркого ока полицейских хажалах, имеющих иногда обыкновение забирать ее в арестантские сибирки. Истинная бедность и нищета редко показывается в среде патентованных надворных и притворных, то есть стоящих церковных притворах. Попрошаек, истинная бедность и нищета прежде всего совестлива, застенчива, рабка. Она держится одиноко, отдельно, и если решается обратиться с просьбой к прохожим, то просьба эта звучит прямым физиологическим голодом и действительной нуждой. Первый план между взрослыми попрошайками занимают бабы. Те же платья, как и у малолеток, те же кое-как сшитые лоскутья и расползающиеся швы лохмотьев. Тот же официально нищенский, как песня, выработанный и заученный речитатив, а на руках завернутые в тряпки младенцы, часто за неимением собственных взятые на прокат. Вот стоят две безобразные, безносые старухи, которых во время она не пощадила отвратительная болезнь, но пощадила смерть, дозволив им перейти летами за ту грань, где на сеной по большей части оканчивается промысел разврата и начинается промысел нищенства. Они не успели добыть себе младенцев на прокат, а потому вместо них завернули в тряпье по полену и баюкают его, как ребенка. В потьмах не видно, да и кто станет заглядывать, что там такое лежит у старухи. Второй план, ближе к притвору, заняло все то, что посильнее физически. Тут горбятся и хромятся попрошайки мужеского пола на построение. Третий план в самом притворе завоевала себе аристократия нищенства, всегда отличающаяся какими-то нибудь особенностями и по преимуществу уродством. Вон в самом мрачном темном углу дрожит и жмется высокая худощавая старуха с вытянутым длинным носом и впалыми глазами, которые зорко высматривают добычу. Клок черных сединою волос выбился ей на лоб из-под мокрого платка и придает еще более дикий вид этой без того уже дикой физиономии. Она тоже что-то кутает в лохмотье, но это не ребенок и не полина. Это безобразная старуха карлица идиотка, которую она, как младенца, держит у себя на руках для привлечения людского сострадания. Идиотка очень мала и страшно худощава. Седые космы волосы ее спутались в беспорядке и мешают смотреть тупым бельмом на выкате. Трусливо порывистые ужинки и движения сопровождают каждый взгляд идиотки, которая чуть выдается ей спокойная минута, быстро схватывает в рот бахромку платка своей няньки, либо втянет туда клок своих собственных волос, либо наконец с аппетитом принимается жевать комок штукатурки, сколопнутый ею от мокрой отсырелой стены. Нищая старуха со своей странной ношью боится быть все время на виду. Она прячется и жмется в темном углу от людских, а наипаче всего полицейских взоров, но это прятание заставляет ее еще жорче высматривать добычу. Чуть появится в дверях доброходный датель, не исчез с идиоткой бросается с быстротой и ловкостью дикой кошки в толпу собратьев и, продираясь вперед, подставляет изможденную высохшую руку. Едва эта морщинистая рука ощутит на закорызлой коре своей ладони поданную копейку, как уже старуха с той же быстротою удаляется в темноту своего обычного места, из которого она, словно паук из гнезда, жадно кидается на добычу. Вот у внутренних церковных дверей расположился не человек, а какое-то подобие человека, скорее намек на человеческий организм, безотрадно представляющийся взором в виде кривого, горбатого и безногого существа, которое держится на деревянных колодках, прикрепленных бывшим лядвенем, а ныне обрубком человеческого тела, обрубком выше колен и движется с помощью рук, заменяющих ему ноги. Вся фигура его необыкновенно живо напоминает ежа или дикобраза, а в маленьких, глубоко ушедших глазах, которыми существо это поводит из стороны в сторону, светится что-то мышинное. Господи, Иисусе Христе, владычица Тифинская, бессознательно произносит оно с каким-то высвистом, своим фальцетом, и правая рука его при этом необыкновенно быстро болтается, как бы торопясь наделать возможно большее количество крестных знамений. Касьянчику-старчику Христа Радди выпивает он дрожащим голосом, силясь повыше вытянуть за подаянием свою руку, и подаяние по большей части благодаря выгоде первого места попадает прежде других в ладонь Касьянчика-старчика. Касьянчику-старчику никогда не удалось бы занять лучшего нищенского места, если бы у него не было сильной и близкой поддержки. Поддержка эта являлась в образе соседа и сотоварища его, известного под именем Фомушки-блаженного. Рыжий, коренастый мужчина лет 35, рост повыше, чем среднего, плечистый, плотный, он представлял действительно весьма внушительный и надежный оплот для такого жалкого существа, как Касьянчик-старчик. Фомушка никогда не мылся и никогда не стригся. Порыжелая бархатная скуфейка на манер монашеской частью прикрывала спутанные длинные космы его рыжих и жестких волос. Адутловато-мясистые жирные щеки и клюквенно-пухлый нос служили первыми характерными признаками его лупоглазой, отчасти свиной физиономия. Физиономия эта украшалась рыжей щетиной вместо усов и клоками неопрятной бородищи, которая отдельными щепотиями произрастала у него в различных направлениях. Стальной обруч, заменяя собою пояс блаженного, охватывал в талии его черную хламиду, которая также старалась походить на монашескую ряску. Полы хламиды, вися оборванными клочьями, были насквозь пропитаны обильным слоем уличной грязи, которая, не будучи никогда счищаема, закорузла тут в виде целых пластов, комков, наростов. От этого костюма и от самого фомушки разила на три шага невыносимым смрадом. Но в этом смраде и в этой грязи своей фомушка находил особую сладу. А почитатели его относили все это к подвижничеству. Фомушка бойко независимо стоял себе на своем месте, ежеминутно подчисываясь и тяжело сопя носом на весь притвор церковный. Вся остальная братья чувствовала достодолжное почтение к его внушительному кулачищу, с которым в самом деле нехорошо бы было повстречаться в пустом уединенном месте. Совершенный контраст с фомушкой блаженным представляла Кривошейка, непорочная богиня и ежа Касьянчика, женщина лет за сорок с выражением благообразно постного смирения в желтоватом лице. С головы ее спускался большой черный платок, а остальной костюм, отличаясь своей опрятностью, составлял нечто среднее между костюмом монашек и полусветским платьем мирских странниц, возлюбивших хождение по обителям. Особо это, подобно Фомушке Блаженному, покровительством которого пользовалась наравне с Касьянчиком Старчиком, составляла своего рода авторитет и была известна под именем Макриды Странницы. Она резко отделялась от остальной братьи, которой ее даже и нельзя было причислить. Макрида стоялась книжкой и, стало быть, подвязалась доброхотными сборами на построение храма. Говорила, будто ей по этому поводу сонное видение было. Эта Макрида Странница купно с Фомушкой Блаженным и Касьянчиком Старчиком составляли одно целое, как бы одну семью, и преследовали они одни и те же цели. Позади всех этих групп разнородной нищей братьи ежилась от холода еще одна новая личность, которая, крадучись кошачьей походкой, прохаживалась за спинами своих товарищей, видимо, стараясь быть незамеченной ими. Но нищие вообще народ очень зоркий. Крадущуюся личность они встречали и провожали градом крупных насмешек, от которых та отбивалась стоически терпеливым молчанием. Эта личность являлась в виде высокого, длинного сухого старика в ветхом халатишке, подпоясанном дырявым фуляром. Энергетически сжатые губы и брови, нависшие над тускло неподвижными глазами, придавали ему какое-то странное, бессердечно черствое выражение, которое сосредоточенно присутствовало без малейшей перемены на его пергамента бледной, выцветшей и давно не бритой физиономии. Служба кончилась, из церкви повалил народ, вышел благочестивый блеститель порядка, и толпа нищих ребятишек, издали еще завидя приближение врага, на время его прихода разбежалась в темные закоулки поблизости церкви, а нищие взрослые постарались притвориться не нищими и сделали вид, будто тоже выходят из церкви. Но блеститель порядка скрылся во мраке, и публика по оперти заняла свои прежние роли. Вышел чахоточный купец и сунул грош в руку Касьянчика Старчика. «Не плашай!» ткнуло его пальцем в голову Фомушка и протянул к дателю свою широкую лапу. Макрида потянулась туда же с книжкой, на переплете которой для Близиру лежало несколько медиков. А в это самое время высокий сухощавый старик в халате, пользуясь теснотою, которая образовалась вокруг дателя, незаметно стянул грош с Макридной книги и судорожной поспешностью сунул в карман. Протянул из-под локтей какого-то нищего обе руки в надежде, что подающий купец примет их за две отдельные руки двух отдельных личностей и в каждую положит по грошу. Эта проделка иногда удавалась худощавому старику, но она-то именно и вызывала бесконечные насмешки и покоры попрошаек. Едва Фомушка Блаженный очутился за спиной купца, как его тяжеловесная лапища легонько давнула за гривок старика. Ты что, леший, опять? Дуру шлечишь? Просопел он ему шепотом. Старик только окрысился, защелкал зубами, да часто замигал веками со злости и перебрался подальше от Блаженного. Вышла молодая купчиха, охотница до раздач и на паперти повторился тот же самый процесс. Старик в отдалении от Фомушки снова дворышничал. Вышла купчиха пожилая, толстая, сонная, с благочестиво тупым и забито апатическим выражением, влоснящимся от поту лице и, как знакомой, приветливо обратилась к Макриде. Здравствуй, Макридушка, здравствуй, голубушка, заговорила она на полужалобный распев, приходи-то завтра на блинке-то, родители поменем, не побрезгуй, да вот и блаженного упроси с собою. фомушка, фомушка при появлении этой особы мгновенно преобразил выражение своей физиономии, сделав его необыкновенно глупым и бессознательно улыбающимся, что означало у него вступление в амплуа юродивого. Раба Степанида, забармотал он, крестясь, ангели ликуют на Москве колоколами трезвон, ставь столы дубовые, пеки кулябу с блинами, я те раба Степанида к небеси предвосхощу. Предвосхищи, фомушка, предвосхищи блаженный, слезно умиляясь, низколобая толстуха, уловив только звукопроизношение, но не поняв значения последней фразы иродивого и сунула пятак в его лапу. Ободренный фомушка уже нараспев скороговоркой доканчивал свою мысль. При фразе насчет упокоения и молоточка бессмысленный овечкин страх отразился на физиономии толстухи. Макрида, заметив это, толкнула в бок своего приятеля фомушку и строго повела на него бровями. Не печалюйся, раба, не печалюйся, снова забормотал блаженный. Гряди домой и с миром, хозяин твой пьяный лежит, надо полагать, бить будет, а ты, раба Степанида, сто лет проживешь. Раба Степанида успокоилась и вздохнула. Это точно что, это ты правильно, голубчик, божью волю предсказываешь, заговорила она в минорном тоне. Пожалуй, и вправду бить станет, потому, надо быть, верно, хмельной воротился, да самовару не нашел. Ох, тих-тих-тих, житье-то наше. Блаженный, мать моя, в просветлении теперь находится, в просветлении, благочестиво пояснила ей Макрида. А то тоже бывает, что на него затмение находит, яко мертв лежит, это значит, душа его с Богом беседует. Касьянщику, старчику, копеечку, Христа ради, прерывает их дребезжающий козелок безногого. Безногого. Купчиха, повторив свое приглашение на блинчики, уделяет пятаками Макриду и Касьянщикам и продолжает свое тучное шествие далее, с такими же наделом для прочей братья. Сухачавый старик, озираясь на фомашку, из-за чьей-то дальней спины протягивается свои длинные руки. Из церкви почти уже все вышли, когда на паперти появился невысокого роста плотный старичонок, по-видимому, из отставных военных, в серой шинели и в солдатской скроенной фуражке с кокардой. Чувство амбиции и чувство самодовольства оживляли фигуру старичонки, необыкновенно ярко сочетаясь между собою и высказываясь в синих глазах и закрученных кверху щеточках усах. Осипу Захарычу нижайший поклон. Неожиданно обратился он к худощавому старику. Что поделываете, батенька доброго? Да вот, страдаю все. Как-то глухо, ненаходчиво и болезненным тоном отвечал старик, видимо, конфузясь от неожиданной и притом нежеланной встречи. Молиться вышел, продолжал он, стараясь неопределенно глядеть куда-то в сторону. Благолепие в храме-то истинно сказать. Да что это вы в таком легком костюме-то? А еще больны и не бережетесь? Укорил отставной с участием покачав головою. Старик кинул взгляд на полы своего халатишка и окончательно сконфузился. Это я так, ничего сказано, торопился к молитвенному бдению. Не успел. Да, торопился он. Укоризненно стали обличать его кое-какие бабенки из нищих. За тараторя все разом. Поди, чай, нарочно натянул на себя. Богачей этакой, да чтоб одежины хорошей у него не было. Скарида одно слово. Торопился, а сам промеж нашего брата дворучничал, только хлебушки сиротские перебирает. Перебивает. У самого-то поди, посчитай-ка, добра-то добра, сундуки, чу, ломятся, тоже ведь сиротское все. Что и говорить? Кощей человек. Старик еще в самом начале этого потока обличающих замечаний торопливо поклонился отставному и, стараясь ни на кого не глядеть, бегом спустился со ступеней на площадь. Ну, вы, тетки, чего стоите? Что младенцев домой не несете? Пойди-ка перекалели все от холоду. Марш домой живо, заговорил самодовольный отставной, обратившись в несколько начальственном тоник двум бабам с младенцами на руках. Петра Кузьмич, господин Спица, майор ты наш милостливый, просительски заглянчивые бабенки, уж уваж ты нас, сирот, оставь младенцев до завтрева, а после обеден, вот техрест принесем. Ну, ну, ладно, без разговоров это вздор, этого нельзя, строго отрезал господин Спица. Почему же нельзя? Мы ведь прокату твоей милости завсегда верно, со всем уважением. Неси домой, сказано, перебил майор, начальственно топнув ногой. Отдайте там барыне, жене моей, да скажите, чтоб накормила их, а то вы, твари бесчувственные, на нас положитесь только. так вы мне всех младенцев заикаться стал переморите. Да завтра мы бы и заранее, и запозднее постояли бы, но ни выручки, ни больно-то. Казисты мы, еле-еле гривну в обедню настоишь. Сам знаешь, врете, врете, завтра родительская, выручка лихая будет, поэтому на завтра прокату сорок копеек с младенца, коли кто брать хочет, решительным тоном объявил для всеобщего сведения майор Спица. Что ж, так дорого, несообразно больно, завсегда по пятнадцати, много-много уж, по двадцати брали, а но не накося, сорок, возражали недовольные нищенки. Ну, стойте без младенцев, мне все равно, заключил майор, показывая намерение удалиться. Да что ты, батюшка, больно кочевряжешься со своими младенцами-то, заметил ему косоглазый и криворукий слюняй. Твой товар нашим бабам не больно-то еще и подходячий, потому у твоих младенцев лицо чистое, а нам на руку то, коли младенцу все лицо язва источило, заязвленного в родительскую пору точно, что копеек тридцать пять, а за твоих больше четвертака не моги. Майор ответил слюняю только презрительно скошенным взглядом. Опять же вон, у мавры и не горлодера совсем, пояснила одна из бобенок. Так, что ж, что не горлодера, возразил недовольный майор. Ну, щипни его, подлеца, легонько, булавкой чуточку ткни, он тебе и будет кричать, сколько хочешь. Так, как же, Петра Кузьмич, возьми по четвертаку со штуки. Пристали опять бобенки. Тридцать пять и ни одной копейки меньше, порешил майор. Мы те надбавим, ты нам спусти, вестима, дело торговое, полюбовное, хочешь тридцать, да и на косушку в задаток. Майор колебался, косушка действовала соблазнительно. Ну, уж так и быть, черти, право, черти, согласился Петр Кузьмич, махнув рукою. Себе в убыток отдаю, вынимай же, что ли, на косушку, да, тащи ребят к барыне, скажи, что я скоро буду. Знакомого встретил, чаю напиться зашел. На гоп-вахте барабанщик пробил повестку к вечерней заре. Публика паперти очнулась и побрела в разные стороны, направляясь преимущественно к полторадскому кабаку и перекусочным подвалам. подвалам. Спасибо за субтитры! Субтитры создавал DimaTorzok